6 секунд, момент сейчас, Лазебников тащит и вскакивает платинум арена, Сокол в историческом для себя финале. Кто бы мог подумать, 7 апреля 2023 года, когда Красноярский Сокол, одолев Тюменский Рубин в пятом матче полуфинала Кубка Петрова, впервые в истории вышел в финал плей-офф, что не пройдет и года, как кубковые пути Рубина и Сокола вновь пересекутся. На этот раз в четверть в финале. Регулярный чемпионат 24 Рубин завершил на втором месте. Сокол ухватил последнюю, 16-ю путевку в плей-офф. И удивительным образом в первом раунде за 6 матчей одолел победителя регулярки Пермский Молот. В Красноярске очень много парней опытных, кто поиграли, и они знают, как эти матчи играть. Мне кажется, даже по опытности Красноярск может быть опытнее, чем Пермский. Это уже проблемы у Молот, не знаю, может у них внутрикомандная какая-то идет проблема, не знаю. Точно на это не могу сказать, но да, есть такая немножко странность. Сейчас с тюменцем не до чужих проблем. Одну восьмую финала с Норильском они прошли за 5 матчей, но энергии потратили на все 7. Были и суточная задержка вылета в Норильск, и второй матч с 9 голами, когда победа пришла к тюменцам на 77-й минуте после броска Владислава Наумова. В том матче ворота Рубина защищал Алексей Щетилин, а Егор Назаров в это время... Если честно, я вообще прям с ума сходил. Я пол игры не смотрел, в раздевалку выходил, в телефоне сидел, чтобы не смотреть, не нервничать лишний раз. А так, у меня три игры со стороны еще получилось, можно сказать. Бросков мало было, но сложные, честно, игры. Еще залетает, находит какими-то путями непонятными там. Путевку в четвертьфинал Рубин оформил в пятом матче в Тюмени, одолев соперника из Норильска со счетом 6-3. Дубли оформили Андрей Алексеев и Илья Берестенников. Решающий у нас все-таки в серии предыдущая победа заслала в Норильске или нет? Конечно, это переломный момент был психологически, даже так сказать. Додавили, сравняли, овертами забыли. Ну, непростой у нас, скажем так, был маршрут туда, добирались мы не так просто, поэтому физическое состояние где-то немножко было не совсем на должном уровне у всех. Серию с Норильском Рубиновцы завершили 2 марта, и первой задачей было восстановить силы. Каждый матч, как говорится, ты в регулярке играешь, вроде не тяжелый соперник, а в плов выходишь, и каждую игру, как последняя играешь, выходишь там уставший, конечно. Ну, дали два выходных, в принципе, правильно восстановились, в баню сходили, погуляли там с семьями. В плане дороги, да, в принципе, это все мелочи, мы на это вообще внимания не обращаем. То есть, что с Норильском, что с Красноярском, все равно, в принципе, сколько ехать. Это вопрос подготовки уже индивидуальный. Год назад проделывать непростой путь из Тюмени до Красноярска игрокам Рубина пришлось дважды. Переломной стала вторая встреча на платьевном арене, продолжавшаяся пять с половиной периодов. Драму на 111-й минуте восстановил бывший рубиновец Константин Майоров. 3-2 победа «Сокола». Эта игра входит в топ-5 самых продолжительных в истории ВХЛ. Через три дня в Тюмени Рубин одержал свою самую крупную победу в плей-офф, отгрузив ворота «Сокола» в восемь безответных шарь. Но сказка продолжения не имела, и, вернувшись в Красноярск, Рубин завершил сезон. За Рубин выступает сразу шестеро бывших хоккеистов «Сокола». Интересно, что родившийся в Тюмени защитник Илья Колганов отыграл за Красноярский клуб больше всех – 145 матчей. А вот в «Соколе» сейчас один бывший рубиновец – уроженец Тюмени Александр Тимирев. В ВХЛ признанный бомбардир провел больше 400 матчей, и только 37 из них – за Рубин. Можно уже сейчас с уверенностью говорить, что в ВХЛ появилась новая бомбическая вывеска «Рубин-Сокол» с новейшей и многослойной историей противостояния. В некотором роде Рубин оказался в положении молота. На бумаге он фаворит, но это надо доказать делом. Все решит психология. Не смотреть, что они 16-е место заняли. То есть показывать, выходить, показывать свою игру и выполнять тренингскую установку.